Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо, что вы с нами сегодня, вы знали, на что шли. Сегодня будет вечер песен Михаила Щербакова, ранних и относительно ранних. То есть с начала его творческой деятельности и года примерно до 2000-го, 2002-го, то есть 30 лет. Ну и начнём мы, пожалуй, с песни, которая считается первой в творчестве Михаила Щербакова. 18 февраля. Подпевать рекомендуется. Ах, оставьте вашу скуку, я не верю в вашу муку. Дайте руку, дайте руку и забудьте про мораль. Повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, Где уходит понемножку 18 февраль. Я скатился со ступенек, был букет, остался веник. Нету денег, нету денег, и не будет как ни жаль. Вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю И попутно прилагаю 18 февраль. Восемнадцатая дьюга вновь меня сшивает с круга. Восемнадцатой подругой вы мне станете едва. Пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде. Я и рад бы, да уходит 18 февраль. Вот такой не позлобея, просто стал еще слабее. И прикинулся плебеем, романтичным, как Версаль. А тонуть я буду в спирте, дорогая. Вы не спите, я уйду, вы мне простите. Восемнадцатый февраль. Ах, зачем же нам тоската? Ведь весна уже близката. А достать бы нам муската и разлить его хрусталь. Я все раны золотаю и растаю, пролетая. Я дарю вам золотая 18 февраль. Я все раны золотаю и растаю, пролетая. Я дарю вам золотая 18 февраль. Теперь на пристани толпа и гомонит и рука плещет. Из дальних стран пришел корабль, его весь город ожидал. Горит восторгом каждый лик и каждый взор восторгом блещет. Гремит салют, вздыхает травм, матросы сходят на плечах. Сиянье славы их слепит, их будоражит звон рекалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ. Как не щадили живота и свято честь оберегали. И все прошли, и превзошли, и осознали лучше нас. Ты знаешь, я не утерплю, я побегу полюбоваться. Я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Но сколько можно день и ночь с тобой рядом оставаться? И любоваться день и ночь тобой, и больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах, и шум толпы так ясно слышен. Я различаю рогат вон, я в немлю пушечный пальбетый. Смеешься надо мной, ты ешь варенье из вишен. И мне не веришь ни на гроши, я не верю сам себе. Ла-ла-ла-ла, и ла-ла-ла, и ла-ла-ла, и ла-ла-ла, и ла-ла-ла. Вот так идет за годом год, вокруг царит столпотворенье. И век за веком растворен в водовороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье. И на земле его никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один и вечно новый. И в ложке ягодка блестит, недонесенная до рта, Ни кровь, ни слезы, ни вино. Всего лишь только сок вишневый. Но не уйти мне от тебя и никуда. И никогда. Кончался август, был туман, неслась галактика. По речке плыл, катамара, кончалась практика. А мы навстречу парикей шли на кораблике. И рассуждали о грехе и о гидравлике. Сердечный гам, своясный хлам и слово в простоте. С катамарами люди нам кричали «Здравствуйте». Дай Бог вам счастье или чудо заскитания. Но мы туда, а мы оттуда до свидания. Добра пора, туман, труха, вода, будра в реке. А что мы смыслили в грехах, а что в гидравлике. Да не словечко в простоте, моя прекрасная. Какая чушь, зато хоть тема безопасная. Мы все поймем и обойдем, и впредь условимся. Не то за старое начнем, не остановимся. Грехи, как камни из реки, сосет под ложечкой. Не отпускай мне все грехи, оставь немножечко. Дал тичь кораблик, стал тонуть, стоял и протекал. Мы все спасались, как-нибудь кончалась практика. Я же отпустил синицу вновь, ловя журавлика. Вот весь и грех, и вся любовь, и вся гидравлика. Зачем, чего там объяснять, давно все понято. И неудобно как-то ждать, когда прогонят-то. Тони коралли, лети журавли, а мы бескрылые. Сокрой туман, катамаран, прощайте, милые. Удивительно, как песни, написанные 30 лет назад, начинают играть новыми красками. Мы еще не раз это почувствуем с вами, новыми красками уже в сегодняшних реалиях. Я очень ясно вижу, я чувствую нутром, Как с нею по Парижу мы запросто рванем. А также мне сдается, что, глядячи на нас, От зависти загнется весь их немом парнас. Хоть справа глянь, хоть слева один сплошной близир, Она ж чиста, как льява и прохладна, как пломбир. И вся одета в смелых таких полутонах, А я при этом в белых штиблетках и штанах. И если, скажем, будет тяжелый мой карман, Тогда мы с ней, как люди, зайдем в кафе Шантон. Мы там купив совсем случайно филомковый букет, Найдем чрезвычайно отдельный кабинет. Да, допустим, предположим, а вдруг, а может быть, Что там как раз мы сможем себя уединить. По глянцевому краю шурша пройдет игла, И тут же заиграет пластинка из угла. Одну из тех мелодий, что так приятны нам, Чего-нибудь нам вроде Дарья, 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 Подхватит, а дурманит под угом понемен. И тут, глядишь, настанет решительный момент. Но может так случиться, чего я так боюсь, Внезапно мрачится наш радужный союз, Когда красоток всего мира, единая черта, Попрет из-под плезира рязанская туфта. И тут она как ахнет, 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 Понюхайте, как пахнет фиалковый букет. Подскочит, отвернется по-своему права, И мне уже придется подыскивать слова, Потом-то все, наверное, окончится окей. Но сколько же надо нервов у нас, а ну ловчей, До боли мне знакома вся эхо благодать. Опять же, будь я дома, я знал бы, что сказать, У нас бы я не стал терзать, мадемуазель. Подумаешь, сказал бы, какая цитадель вообще, Сказал бы, мол, не жалко, возьмите ваш платок, Но это ж парижанка, а запад не восток. Кругом одни загадки, того, глядя, сгоришь, Поэтому, ребятки, не еду я в Париж. Пою красивым басом и дергаю струну, Все крепче скажет им часом, любя свою страну. Хожу пока на топу среди родимых стен, И не стремлюсь в Европу, но на ком я нам не хрен. Хоть губы ваши жарки, спокоен я вполне, Прощайте, парижанки, скучайте обо мне, Вспоминая мою нежность. Все скрылось, отошло, и больше не начнется. Роман он есть, роман, в нем все как надлежит, Кибитка вдаль бежит, пыль вьется, сердце бьется, Дыхание твое дрожит, 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 И проку нет врага, обшаривать дорогу, И нас нет искать. Средь тьмы и тишины, ведь мы теперь видны, Должно быть только Бог, а может и Ему видны, Да ненужны. А где-то позади, за далью и за пылью, Остался край чудес, там человек решит, Что он рожден за те, чтоб сказку сделать былью. Так человек решил, да видно, поспешил, И сказку выбрал он с печальною развязкой, В ней призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту пыль обратно сделать сказкой, Да слишком много дел, да слишком мало сил, Но мы сручимся вдаль, печаль превозмогая, Как будто ничего еще не решено, Как будто век прожил, и все-таки не зная, Что истинно, что нет, что свято, что грешно. И бесконечен путь, и далека расплата, Уходит прочь недуг, приходится быть ее, И для меня теперь так истинно, так свято, Чуть слышно я в ночи, дыхание твое. Если пойдешь ты пешком через ручей к развивке, То крепи гребешком, волосы на затылке, Порох и дров выброси вон, страхи забудь лесные, Смелый шагай, это сон, пищники в нем не злые. Не подведет тишина, сумерки не обманут, Глянет из тьмы хижина, страхи назад отпрянут, Он и туда ни за что, дело другое пешее. Это твое, это то, где чудеса и леши. В колбе бурлит вещество, леший в убыне заклятие, Нет у него ничего, кроме его занятия, Кровля над ним ветхая, всхлипывая протяжно. Знаешь он кто? Это я или не я? Не важно. Важно, что не пропадешь, даже не торчишься. Если пешком ты пойдешь, а не верхом помчишься, Наискосок за враг через ручей и поле, А гребешок это так для красоты не боле. Вряд ли с собой хороша, но скромна и нарядна, Вряд ли вполне молода, но о том не речен. Где-то в предместе она так и живет, Вероятно, чем занята, Бог весть, может, совсем ничем. Может быть, к зеркалу профиль приблизив негордый, Локон непышный на разные крутит лады, Или цветок чуть живой ставит в кувшин Узкогорлый в озере только что, Свежий набрав воды. Может быть, этот цветок называется розой, Может быть, он ей подарен в неделю тому Рослым красавцем таким, с белой такой, Папиросой близ городских ворот, Бог весть за что, к чему. Все ни к чему, никаких никогда не бывает Рослых с цветами красавцев у брат городских. Ну вот и плачет она, Вот и кувшин разбивает на семиль шесть, Бог и весть мертвых частей таких. Может быть, этот цветок называется розой. Сейчас мы сменим тему и перейдем к одной из любимых тем моих В творчестве Щербакова. Вот не все песни, которые пелись когда-то в юности, Они остались с нами, вот со мной и по сей день. Совершенно не все. Например, очень большое количество песен О взаимоотношениях юноши и окружающего мира Меня оставили вместе с возрастом. Там «Кони в вагоне» или какому-нибудь там «Ах, я словно тополь роз». Я очень пела это в детстве. А потом перестала. Слезливое самолюбование такое она оставила. Остались какие-то вещи, которые беспокоят и по сей день. Ну вот взаимоотношения к художнику и окружающей действительности Вот действительно очень больная тема. Вот к ней мы сейчас и перейдем. Второй август Время десять Без десяти Лето в паре, однако, сказать, что жарко, никак нельзя, не жарко. Солнца не хватит, даже малый паводок извести. Впрочем, откуда паводок ветер слаб, небо чисто суха лежанка. Я вчера фантазировал и фантазия мне удалось, выдумал я, что лету как раз и следует быть вот таким, как это. Днем его надлежит шелестеть прохладно, свободно длясь. Тут, полагаю, ты возмутишься, мол, тоже мне лето. Кроме того, я выдумал разнополых двух визави. Степени им понижают бивни его, и когти ужас воскликнешь ты, а по мне так это потомки звезд. Глаз не свожу, слежу, все ли ладно у них там на корте. Вроде пока все ладно, танцоры, музыка, верхний свет. Жаль, вот листва кругом чересчур жива, в натуральном искусство тонет. Из-за листвы-то зритель и не ликует, что нет, то нет. Преплачет и стонет он, не препятствуй, пусть, если хочет, и плачет, и стонет. Многим еще в новинку величивые позвонки. От болтовни запястья был и со мною когда-то спазм. Весь вышел, веруя, что есть в природе, и кроме этого языки спорить не буду. Может, и есть, не знаю, не слышу. Хочешь обратно деньги? Вот изволь, получись меня. Но не казни артиста за то, что он себе самому. Неравен этот шмель не летит. Он исполняет полет шмеля. Этот столетник дня не живет, но тем и забавен. Пропаду не за что, семь и бед один ответ. Учиню потеху своего рода. По утру проснется, ой, целый белый свет. Выглянет за ворот, а меня нет. Я тебе застолье, больше не тамада. Поищи другого, дурачка с бубном. А где прежний с флейтой? На дне ли где вода? Во сне ли не про бубном? Что за нужда? В очередь, студентцы, чина-чина почитай. Подавай бумаги на замещенье. С пользою веселье, ой, в меру сочетай. Кое-где и угощенье вы не допадай. Пропаду не за что, век и боли не видать. Подпишу, не глядя, в первый раз, что ли. Наблюдать или не дрово в облаке левитать. Мне ли перекатной голи привыкать стать? Фаэтон промчался, пыли по полю летит. Это я отъехал на пикник чей-то. Там кому-то скучно, ой, вот он и кутит. Он нас с тобою флейтой, а золотит. Ну и теперь такие самые знаменитые ранние песни Щербакова о взаимоотношениях автора и персонажа. Они написаны еще при советской власти, и вы это по тексту обнаружите без труда. Мой несчастный друг, господин Эн-Эн, Не попасть тебе на скрижай. Пролетит твой век из обвенья тлен, Поглотит тебя, как не жаль. Не возник в тебе ни второй вольтер, Ни тем более Робеспьер. Служил бы ты в юнкерах, моншер, Офицер бы стал, например. В тайном обществе словеса бы плен О монархии и добре. Ну а там, глядишь, и войска бывет На Сенатскую в декабре. Проявил бы бы за других скорбя, Доказал бы, что гражданин И туча же в раз под арест тебя В каземат тебя, в хравелин. И тюрьма, ни рай, и Сибирь, ни мёд, Но зато почёт между людьми, Что и век не мрёт, и другой живёт. Не в дворянстве суть, ты пойми. И мужик иной, хоть и вечный раб, Хоть и глупый слаб, хоть и вор, А глядишь, восстал, да и стал сатрав, Косоламк отца, но хитёр. И казнят его, и ведут во строк, И в клочки его, и в кнуты. Но и он герой, только ты не смог, Только ты один, только ты. Не свергал с толпой, не крушил кладбищ, Мимо войн прошёл, не задет. Проиграл бы хоть, что ли, двести тысяч Государственных, так ведь нет. И потомок твой, жизнь отдав к борьбе, Образцом тебя не сочтёт. И поэт других предпочтёт тебе, И историк пренебрежёт. Разгребать никто не пойдёт руинь, В коих ты исчез без следа. Только я один, как всегда один, Только я один, как всегда. Призвав решительность и строгость, Из их бахвальства отрубив, Я признаю свою убогость Перед величием других. И как бы тонко мне не льстили, Какой бы мне не пели вздох, Как джентльмен своё бессилье Я сознаю с тех самых пор, Когда мы новый мир построив, Причём действительно с нуля, Произвели на свет героев, Каких не видела земля. Земля не знает скорби горячей, Чем та, которую ношу в себе. А мой герой был скромный малый, Существовал по мере сил, Не познакомился с опалой, Но и фавора не вкусил. Юнцом не ползал по окопу, Не лазал к барышням вальков, Не эмигрировал в Европу Из-за незнания языков. Был самоочкой по культуре, А по натуре Робинзон, Чему в реальной конъюнктуре Два лес ищется резон. Когда кругом волнение тысяч, И политический процесс, Кого не тронь, Иван Денисыч, Куда не плюнь КПСС. Он рассуждал об импедокле, Читал мюсс, ценил маслы, А по зиме ходил в монокли, А по весне носил пенсны. От слабых легких ждал подвоха, Искал спасенья во враче. Я бы о нем не думал плохо, Если бы думал вообще. Земля не знает скорби, Горячей чем та, Которую ношу в себе. А тот, как я о нем не думал, Не посвятил ему труда, Не сделал шага в уз, Не дунул, не двинул пальцем никогда. Вот и не стал он ни примером, Ни назиданьем, ни лучом. Так он и канул неприметным, Так он и скинул ни при чем, Так он и умер у вокзала. В экспрессе, едущем на юг, Ах, отчего в России мало Талантов авторских, мой друг. Ну и еще одно произведение, где совсем сложные отношения у автора и героя. Они такие переходят уже в шизофреническую стадию. Такую, это как вот сидит безумный автор и сочиняет безумный сериал. Предположим, герой, молодой человек, Холостой кавалер, Должен ехать в провинцию дней, Так на десять делать дела. Расставаясь с избранницей, Он и рашает слезой интерьер, И, пожалуй, не врет, говоря, Что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, Без него не подмигивать здесь никому, В сотый раз напоследок уже у дверей. Умоляет писать ему, Что бы там ни было в день по письму, Рисовать голубка на конверте, И слать непременно скорее. И красавица тем же вполне от души Отвечает ему, обещает писать, Ободряет кивком, одаряет цветком, Наконец отпускает и в десять минут Забывает о нем. А герой, повелев им щеку не зевать, Через сутки пути прибывает на место, Объезжает в гостиницу и принимается существовать. То есть где-то он движется с делом и без, В экипажей нет. Озирает окрестности в виде замшелых прудов И скульптур, что не день на подарки, Понятно, кому не жалеет понят, Покупая смарагдовый хлам и серебряный всякий сумбур. Или в номере, кстати, весьма дорогом, Вечерами письма от негодницы ждет, Изнывает от скуки дурак дураком. Не пьянее глотает ликер И бисквит без охоты жует, Ожидает конверта с условным на нем От руки голубком. И томясь ожиданием ходит по бархату Взад и вперед, а кокетка не помнит, Она занята, что не день ежечасно Ее с головой поглощает забота. То это, то та, то непрошенный гость, У нее то мигрень, то канун маскарада, То сам маскарад, то верчение столов, То большая примерка и так, что не день. Предположим, неделя проходит, Он ждет, а письмо не идет. То есть рухнули связи, Обмякли устои, померкли миры. Почтальоны ушли, вероятно, В какой-нибудь горный поход, И один за другим, вероятно, Упали с высокой горы. Проведя две ужасные ночи без сна, На девятые сутки в единый прием Он снотворно восклят, Ну что свалит слона, осушает им рак, Наконец оглушает его забытьем. В это самое время внезапно о нем вспоминает она, То есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, Из бюро вынимает, конечно, бива, Разбивая бумагу, берет на перо, И строкою строку погоняет строка, И к распяту посланий выходит густым, Как почтовый роман, во глупотягущий до ночь коротка. На десятые сутки с утра Просыпается наш кавалер, Выпивает свой кофе, Причем даже с юмором смотрит в окно, А потом, не спеша, тормошится квояж, Достает револьвер и, конечно, стреляется Прямо на бархате, что не умно. А конверт-то надписан уже и закрыт, Не без помощи воска, смолы и огня, Силуэт, глупка, в волке не забыт, Путимые сдержки рассчитаны, Нарочный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствие определит, А пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный, боже ж ты мой, Это как он поскачет сейчас, полетит, Не касаясь дороги, бомчится стрелой, А часа через два ни с того ни с сего На дворе постоялом я встречу его И в глаза посмотрю со значением, Но не скажу ничего. Разговаривать некогда, да и зачем? Господа пассажиры, четвертый звонок, Занимайте места, живу при, живу зэм, Я во что мэйфорей, тарак, кто не согласен, Вот бог, вот порог, решено, что мы едем в дэм, Это значит, мы едем в дэм, Занимайте места, господа мои жоры, таков и пилот. Или, может, эпиграф, не все ли равно? Я их, знаете, путаю, Префикс один, да и корни по смыслу считай заодно, Ох уж эти мне, эллины, этот язык Уже как не вникал я в него, а не в них Между тем не последний, по общему мнению, Был ученик Внезапности не получилось Не получилось, потому что ты в руки взял Если б ты его вот так вот как-то Раз и выхватил так Это божественный инструмент укулеле А это старейший укулелеист в России Евгений Николаевич Быков Вообще Блестящий Блестящий, это понятно почему Тут много блестящих людей Все очень хорошие Да Спит голодно спят Афины спят осенние цветы В черном море спят Дельфины в белом море Спят киты И подбитая собака Улеглась под сонный куст И собаке снятся знаки зодиака Сладковатые на вкус Сторона погаснет рампа Гаснет лампа у ворот День уходит Ночь Приходит Все Проходит Все Пройдет Путь Не длинный Не короткий Посвист Плетки Запах Водки Кратковременный Ночлег Скрипы Песен Песен Голубей Дальний Бег Прошлый Век Песен И поис туман горячий На незрячих фонарях И поет певец бродячий О далеких островах О мазу И как фортовых О бухарской чайконе И о грузчиках Порток И немного Обо мне И о том, что кто-то бродит Ищет счастья Не найдет И о том, что все Проходит Все Проходит Все Пройдет Век Прошел У нас все Тоже Ночь Прошла Прошел Прохожий Путник Дальше За хромом Смолк певец Ушла Собака Только Знаки Зодиака Да дождинок По хромам День уходит Ночь Приходит Все Проходит Все Проходит Все Проходит Все Пройдет Закончим Мы первое отделение На Песни на музыку Нина Рота Это Это Первая, по-моему, песня Которую мы приспособили для инструмента укулеле, потому что в его звучании нам почудилось что-то такое мандолинистое итальянское. Песня 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 Друзья, чтобы вы ушли, так сказать, в антракт в хорошем настроении и купили много дисков, мы вам сыграем все-таки знаменитое произведение. Заодно и увидите наш дуэт в полный рост. Знаменитое произведение, которое Евгений Николаевич, между прочим, обработал без спросу и записал. Вот теперь она есть в записи. И вы ее слышали, кстати, по-моему, даже вот перед началом. Венесуэльский вальс «Прощание с Родиной». У-хо. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok